Добрый вечер В общем-то, разберем, наверное, пик и основные моменты игры, которые привели, ну, не привели, а, скажем так, повлияли на исход игры Да, вот, собственно, пики у нас на экране вы видите прекрасно И, ну, что, на самом деле, здесь можно сказать про пик? Давай, значит, тогда с Wait'n'See, да? Ну, да, я скажу немного про Google Scripts Да, собственно, Wait'n'See решили нас в очередной раз удивить своими таким интересным набором персонажей И Элдер Титан, и Тускар, и Лайфстиллер, и Outworld Devourer, которого мне было уже, наверное, лет сто Конечно, смотрятся очень эпично вообще Да и, собственно, вместе они смотрятся действительно неплохо Вот, наверное, единственная проблема данного пика остается в том, что При покупке БКБшечек у Геррокоптера Шэдофинда Outworld Devourer перестает, как бы, наносить какой-либо вообще стоящий урон Вич-доктор, если собирает какой-нибудь Глимеркеп или тоже БКБ, так же не получает ничего Ну, а Тейтхантеру, соответственно, там, вообще по барабану на всю эту историю Вот, ну, а одним кэрри затащить можно Но это нужно тогда, чтобы Деваурер тоже неплохо нафармил Очень плотненько так То есть реализация, в принципе, с таким пиком очень даже достойная Потому что есть очень крутая комбайка, как Винтерскурс Есть Сноубол, есть Сантиклипс, есть Сплит Эрс от Элдер Титана Если все это залетает, это, конечно, нереальный урон и нереальный контроль Но это нужно реализовывать, опять же Ну, в общем-то, наверное, пару слов о Тудлскрипс Пик у них довольно сбалансированный, у них есть все Очень два жестких кэри, Геррокоптер и Шэдофинд Нага у нас здесь с саппортом будет Ну, в общем-то, очень круто наваливаются руки В потенциале, естественно, Нага еще может быть стать третьим кэри Отличнейшая инициация и хороший Масут от Тайтхантера Также очень жесткий нюк от Вичдоктора у Ев Впоследствии за счет Аганима Ну, в общем-то, мне кажется, пик Тудлскрипс очень сбалансирован И, ну, как бы здесь, если кто-то будет страдать Скажем так, один кэри, то всегда есть запасной, даже два В теории, ну, в общем-то, вот все Ну да, то есть, по сути, у нас получается, что Тудлскрипс в тимфайте Все равно выглядят поинтереснее, потому что есть очень много Ну, во-первых, массовые станы, целых два Тут, скажем даже так, скорее, тут очень, ну, просто стандартные вот эти вот все фишечки есть для масс-файтов Все ульты практически массовые, ну, четыре ульты массовые Ну, там даже, я бы даже сказал, да, наговская ульта То есть тут все, как бы, тоже предельно ясно Это ультимейт, либо под сейф, либо на инициацию Тейдхантер с блинком С реведжем, герокоптер кулдаун, Вичдоктор Вард, Шэдоу Финд раздувается Ну, короче, колоссальный также урон Ну, в принципе, заруба должна была быть прям вообще очень стоящая Да, если все исполнять так, как можно исполнять Ну, как надо, да, заходить по основам наги и так далее Ну, в общем, приступим к разбору основных моментов игры Да, можно там посмотреть, не знаю, будем смотреть Феррестблат Там получился он такой немножечко конвейерный Сейчас где-то здесь довольно радость Да-да-да-да-да Вот он, собственно, здесь уже начинается Пропустил Вот, здесь у нас получается история следующая То есть выходит Элдер Титан на ганг, получается, с помощью Тускару Ну, в принципе, сейчас можно посмотреть эту реализацию Попробуем, ну, как попыталась команда Wait'n't See Зайти Здесь вот немножечко поджукивают пока Элдер Титан Не понимает ничего Тодда, естественно Ну и здесь, конечно, доля везения для Тодда, сыграющаяся огромную роль Вот уже инициация идет Очень много урона получает герокоптер И уходит Бласт не попадает, герокоптер уходит Ну, а там уже сзади подкрадывается Вич Доктор Он сейчас неплохо заставит свою херри Хотя здесь появляется Тайдхантер Безумно крутой реведж Это минус один, минус два Ну, а там еще с... А, ну, в принципе, да, здесь будет минус два всего Все верно Ну да, то есть, получается, очень боком вышел этот ганг Герокоптер получил всю экспул, получил ассист И Тайдхантер сорвал дабл килл Получил тысячу голды сверх арканов на восьмой минуте То есть, это довольно быстрый блинг будет в последующем Что довольно круто для Тайдхантера на хард-линии Да, то есть, здесь нужно отметить, конечно, прекрасную игру Эвилсока Который претепешился, засейвился его керри Так еще и дабл фраг умудрился сделать И с ферстбладом вкупе Ну да, отлично все получилось здесь Да, то есть, в принципе, начало Тоддов здесь Ну, такое, они положили небольшое начало Сказали, что вот мы будем сэвить своих ребят И драться по возможности всегда Следующий момент Получается Да, где-то... А, вот здесь вот момент у нас как раз был Сейчас надо чуть... На секундочку прям буквально На несколько секунд пораньше открутить Да, здесь ситуация следующая, что Тускар у нас От команды Waitancy загулял Ну, а здесь уже почти вся команда Тоддов находится В своем лесу Ну и, собственно, сейчас будет какая-то очень непонятная инициация Пытался ли уйти Тускар, как-то закрыл сам себя Ну, там, практически неплохо закрыл Здесь подсейвил его, в принципе, от World of War Но тут приходит Айдхантер Умирает там Тускар Здесь уже Айдсеревич Зачем-то прилетела Виверна, непонятно Хотя тут уже вся команда Тоддов Тут еще была Гайлдер Титан, не пришел Он понял, что... Ну, там вот, получается, убили Аутвол Деворера Да, здесь уже и... Опять грамотная игра от Айдхантера То есть, оба, так сказать, момента он просмотрел И вот этот вот лес То есть, с этой стороны выход посмотрел Слушай, что-то у меня не кликается Она, наверное, на паузе, да? Да, она не кликается То есть, вот эти вот два момента он наглядел Да, то есть, как пресек все джуки от Винтера Виверны И, соответственно, получил фраг Ну вот... Что тут в Wait&See? Они как-то играли очень непонятно То есть, у них какие-то моменты были, когда... Вот что ты там делаешь, чувак? Вообще, вот зачем вот ты Был вот здесь вот где-то Находился, ворвался в гирокоптера В чужом лесу Ничего не видя при этом То есть, единственный вард, который вот Был, это и то был вард Тоддов Они все видели, как раз всю гапшу Ну и там уже просто разобрать этих ребят Не особо проблем составило И как-то получается, что Wait&See здесь уже начинает немножко фидить Потому что счет уже 8-2 Ну а Тодды продолжают шествие Ну да Следующий момент у нас 14-20 Даже, наверное, попаду прям точно Нет, надо чуть раньше показать этот момент Что тут Ну, Wait&See, получается, гулял где-то в лесу Пытался мне вроде кого-то подцепить В итоге сами развернулись Ну и гули пытаются там тоже взять Иззнается очень грамотно рейдж Забирается еще даже в ваунтеру На, в итоге гуля прячется И сразу вылезает Вопрос Что может стать с гулей? Получается, у гули рейдж на кд У них все на кд У Дайдхантера есть реведж, есть сон Но это вся команда очень быстро подтягивается Да, и что? Вот что гуля думал, когда делал такой мув Его спалили Юзается койл Юзается реведж Гуля здесь очень быстро забирается Ну, здесь все понятно Правда, реку насос был, по сути, в никуда Там, может быть, немножко подцепило виверну Но это не такая большая проблема И тут сейчас буквально через Да, через несколько секунд Начнется ответная драка от Wait'n't See Ну, да, непонятно Но нету кэри На самом деле немного Потому что нету кэри Конечно, нету реведжа Но все равно тут непонятно Тут, по сути, драка идет 4 на 2 пока что Ну, вот сейчас посмотрим расположение Вот сейчас проезжается очень грамотный сон Наги Вот, уезжается сон Да, спасается и сэф, получается, у нас И что у нас тут по логике должно происходить? Гирокоптер Есть ТП Он может притпшиться и, в принципе, зайти в драку На вот этот вот Тауэр Понятно Есть Элдер Титан по другой стороне У которого ТП нету И он идет пешком То есть, получается, драка уже Изначально провальна Потому что тут 4 в 3 Меньшинство Да, это уже меньшинство Ну, из-за этого сон Наги Ребята из Тодов решаются Остаться, потому что летит Гирокоптер Вот, Гирокоптер уже тут Ну, и драка начинается Реведжа нету Да, там сейчас прорезается Санти Эклипс Получается в одну на огонь Кстати, поставь на паузу Вот здесь вот Здесь отличное позиционирование Вич Доктора И отличнейший просто вард Который, по сути, всех убивает Да, я даже чуть назад отмотаю Вот Где-то здесь, да, наверное Ну, сейчас опять у нас провязывается Этот момент Потому что действительно Я даже замедлил этот момент Вот сон юзается Очень хорошо получается сам Смотри, вот Вич Доктор Отходит назад Просто сейчас он подойдет сюда Встанет И вот вард пошел Раз, цель И там, смотри, еще закрывает Вич Доктора Получается Туск А вард стоит дальше, наваливает Там, на иллюзию переключился Убивает интервьюер Но здесь неплохой сплит идет Да, вроде по двоим Но А смысл? Вы там уже Тут уже нет урона Тут просто оканчивается урон У вас уже тупо нету У вас уже Тут два всего персонажа Летит гуля, да Хорошо Вы убиваете нагу Которая тут Там без хп-шно осталась Окей Но зачем вы дальше Идете драться? Да, тут уже, конечно Провальная драка Уже получается И сейчас все тут отдадутся Да, вот смотри Еще вот этот мув Тускара Смотри Понимаешь, что гирокоптер там Реально битый И Тускар У меня нет ничего Что может быть? Рокет бараш мне в лицо Может быть Вот примерно так Ну да Ну и гуля понимает Что тут уже сделать Особо ничего нельзя И просто сейчас отойдет Да Конвейер получился От команды Wait&C И очередные Много голды И много фрагов Для команды Тот 4-3 уже счет На самом деле Здесь уже тяжело Говорить о том Что Wait&C Может что-то здесь исполнить Хотя Есть прекрасный момент Когда они реально Очень и очень хорошо Подрались Когда они пушили Тиранную вышечку На Медле Сейчас драка будет Очень в их русло Потому что здесь Сзади заходят Да Виверна С этим И получается Они по сути Отрезают Да Сейчас Отличная курса Очень быстро умирает Вич Доктор Отличный Сайм-ти Эклипс И Юзается Сплит Эрс Ну и тут Собственно Получается Куршечка Все разваливается И сносится вышка Этапешка сразу Отменяется Понимаешь Отличная драка Да Здесь драка На самом деле Реально получилась Очень хорошая Тут хороший фокус И в общем-то Он порешал Да То есть Здесь хороший фокус Быстренько забрали Вич Доктора Завязали конечно Все ультимейты Но они были Грамотно проездены Всех Юрек Это был выгодный Размен В любом случае Ну Недолго Мы ждали Ликования Команды Wait and see Да Потому что Буквально Через минуту Следующий момент Происходит Фантер Который не сделал ТПшечку Медленно заходит Сзади Медленно заходит Здесь все Реведж по четверым Ну и это разнос Кулдаун По троим И сразу Минус 3 С десвардом Возникает вопрос Ребята Вы когда Пушили Вы должны были понимать Что реведж У Тайдхантера есть Ну да И плюс получается Вижена нету И непонятно где Тайдхантер И в любом случае Они очень стояли Хорошо под реведж И Ну да Тут все отрезались Либо надо было отходить Либо сплитаться Либо еще что-то делать Да То есть они во-первых Все стоят в одной точке Вот он реведж ведет Залетает Тайдхантер И Ну тут просто заливает Ауе там Да Тут ауе соус Через кулдаун Через флеки Через Десвард Ну и собственно Минус 3 Ну как бы Это понятное дело Что такой момент Что не то чтобы там Прям Пипец все Потому что по Нетворцу Как бы Вроде как все вровно Кули все равно Решает И Мидасы очень хорошо Нарабатывают Команды в AT&T Да На самом деле Грамотный выбор Был изначально для них Но Реализация в итоге Произошла не самая лучшая Там буквально еще Несколько много Ну там несколько Микро моментов Ошибочных Для Ребят Из Wait&See Сейчас я тут Пауза у нас была Чуть подальше Буквально где-то Где-то здесь Да у нас в итоге пауза Тут отжалось Там слип по-моему Наги действует Или нет не слип? Нет не действует Тут Чуть-чуть назад Тебе надо откинуть Где тут был в инвизе Outworld Devourer Да Сейчас Продолжается будет игра Вот Outworld Devourer А он вышел Он вышел Уже вышел Только что вышел Из инвиза Да Потому что он Сделал И СФ Просто Этого Outworld Devourer Разносит А тут кстати Еще один момент Та-да Да Гули тут нету Гули файти Еще нету Непонятно Зачем вообще Начали драться Здесь Wait&See Мне даже интересно Что она в куре Креклака Ладно Не важно Ну и собственно Тут все понятно Разнос кабин Очередной Кулдаун Все разваливаются Команда Wait&See Здесь умрет Там у нас сейчас Виверна Понятное дело От Наги Здесь умрет у нас Тускар От Тайтхантера Ну и драка Три в ноль Ну и Гули приходит И просто понимает Что надо уходить Да То есть Гули Он вообще почти Ни в какой драке Не участвовал В этой игре Абсолютно То есть Керри Был не нужен Походу Для команды В этой серии Она считала Что она может Без него Подраться легко Но это не так И очередные моменты Ну соответственно После последовал Забор Рошана Ну да Там вроде Там был Рошанчик Да А там его забрали И сразу Выбили Аегис Да Там вроде Гирокоптер умирал С под Аегисом Ну вот На следующий момент Скоро Должен быть Вот здесь вроде Подцепили СФ СФ Спрятали Здесь уже Потянулся Команда Тодов Сейчас будет Реведж Через 2 секунды Да вот Реведж Сейчас будет Здесь сейчас Очень кстати Грамотно поставится Вард И реведж Посмотри И разваливается Просто Развалился Один Ну вроде как Один в один Да драка То есть ничего Такого страшного Нету Но здесь Прячется Гуля И считается Что надо подраться Ну смотри Там же биты СФ СФ убивает Но у него есть Аегис Убивает также Тайдхантера Но здесь у нас Нага Которая кстати Тоже умирает А гирокоптер Уже начинает С СФ разваливать И Биты на Экс Просто в щи Гирокоптер здесь Гоняется Тем временем За одним парнем СФ там убивает Поставных Да гуля просто бегает Он пытается Драться до конца Но умирает И драка Вроде как бы Не очень плохая Получилась в итоге Для Ветн Си Потому что Убили Аегис Убили троих Но все равно Это тим вайп Очередной Ну да И это уже плохо То есть даже По файт рекапу Видно что здесь Не так все плохо Оказалось Ну то есть Потому что тут уже Неплохое преимущество В итоге получается Да там преимущество Уже Пятера Да Ну и здесь Как бы Окей Файт в принципе Более менее нормальный Хотя Ветн Си могли отойти И более сейфово Отыграть Как по мне Ну да в общем то Как бы Основных то Именно керри героев Не потеряла команда Тот Да Ну вот у нас Последующий момент Буквально через несколько секунд Будет Здесь Команда Ветн Си Сейчас будет заходить Это иллюзия бегает Вы там Не обращайте внимания Вот настоящий эсэф Сейчас будут закатываться На эсэфа У эсэфа есть бкб Что делает эсэф Юзывает бкб Делает на него распланч Здесь отличный реветч Начинает раскастовываться Это сразу минус 2 Потому что Более почти не живет Практически Сплитер очень хороший Кстати нужно отметить Что на самом деле Команда в принципе Ветн Си Очень неплохо Начала драться Да вот только Они очень классно Зашли на эсэфа Но вот им просто Банально не хватило урона Да то есть Здесь очень быстро И очень жесткая Раскастовка эсэфа Да Просто туск ваншотается После того как приезжает С гули И гули теряет 75% хп Отличнейшая ульта От Винтер Виверны Да там получается И от Винтер Виверны И от Элдер Титана Получается Да от Элдер Титанта Он сейчас всех стягивает Сейчас проигрывает Сантиклипс Там умирает ССФ В итоге Но Но что происходит дальше Дальше происходит Герокоптер Который А как говорит Мне все равно У вас уже керри нету А он продолжает драться Да Уграет БКБ Нажимает БКБ И играет клик И все И это еще Минус третий Минус четвертый Ну и минус пятый Естественно через флаки Наверное Нет там даже Касочка добил Такая Последняя Ну а Ну уж последний мув Тогда покажем Ну в общем то Размен получается Пять в один И тут уже Ну да Очень много голды Получается Здесь выигрывает тот Безумно много Это при том что У них уже преимущество Там За семеру Ну да Ну дальше смотрим Да Последний момент На самом деле Который можно показать И который Действительно Просто Это Самый эпик фейл Мне кажется Текущему матчу Грамотный мув От Wait and see Гуля Стоит Как Как будто Вся команда Здесь Но на самом деле Они там бьют Рошана И Гуля Один Дефит крипов То есть По сути Команда Команда Тот Не понимает Что здесь Сейчас Забирается Рошан Потому что Видят они Гули И думают Что Гули Забрать Очень тяжело Ну в общем То так и есть Но Остальные Игроки Испокоят Забирают Рошана В итоге Забирают Тускар Кстати Непонятно Почему Лучше бы Было Наверное Отдать Да Может Тпшечку Можно было И скинуть Да Ну Продолжаем Смотреть Тускар Идет Здесь уже Подкладывается Команда Аегис То есть Аегис был По сути Бесполезен Что у нас Происходит Дальше Команда Wait and see Здесь Винтер Верна Здесь Девор Здесь Сейчас Появится Туск Пока Кули Дойдет Там Полтимы Развалится Получается Опять Растянутая Вся команда Опять Wait and see А вот Тоды Они уже Все вместе Вчетвером Уже Они здесь Ну вот Неплохой Сантик Липс Там Неплохая Ставится Курса Но Тут даже Неплохой Ультимейт От Элдор Титана Заходит Опять Просто Не хватает Опять Дамаги Потому что Все вместе Сразу Начинают Драться Да Там Отличный Десвард Просто Зашел Начал Разваливать Всем Кабины Но И здесь Реализация Аегиса Была Нулевая Нулевая Да То есть Зачем Был Тускар Аегиса Дант Зачем Он пошел В эту Сторону Вот сюда Вот зачем Он пошел Тут как бы Непонятно Мне Я думаю Много Кому не будет Понятно Ну а собственно После этого Идет с нас Второй стороны И собственно Гидгейм Был Плеет Ну я там Не знаю Там будет еще Драка Или нет А да Драка будет Драка будет Сейчас их отгонят Можно даже Тут тоже Посмотреть Тут Кстати Драку Можно посмотреть Тут на самом деле Опять же Ошибка От Wait and see Непонятно Зачем Они вот здесь Полезли Сами Да Они опять Агрессионны Что у Тайтхантер Есть Рефрешер У него Реведж КД Но есть Рефрешер И вот Они начинают Лезть Вот это Опять НСФ У которого Есть БКБ Вроде Как бы Все Очень Очень Больно Юзается На Гирокоптер Курса Драка Вроде Неплохая Гирокоптер Там Быстренько Сдувается Но Здесь Ставится Deathward Здесь Ставится Реведж И И все И просто Заканчивается Командер Очень Очень Хиленький Получился Пик У Вейтан Сиена В итоге Да Здесь Все Очень Были Мягенькие И Просто Даже Один Кэрри Герой В итоге Заливал Просто Даже Банально Оуе Не Говорю О том Что С руки Одно Человека Ну В общем Подведем Итог Да Давайте Подведем Итог Начинаем У нас Появится Сейчас Экранчик Мы Поставим Паузу Сейчас Секундочку Ну Отправляются У нас Экранчик Подведем Итоги Значит Реализация Гули У нас В итоге Получилось Плохой Счет 2-10 8 Ранний Мидос И даже Топовый Фарм На карте Не окупил Себя В итоге Потому что Драки Были Ну Довольно Таки Плохо Построены От В8NC Тодды Намного Делали Все Лучше Очень Хорошая Реализация От Тоддов Была Вич Доктора И Тайт Хантера Просто Тайт Хантер Наверное Я бы дал Ему МВП Этого Матча Потому что Тайт Хантер Сделал Очень Много Для Победы Ну И В итоге Получилось Что Гирокоптер Смог Ввести Основные Артефакты Для Дамаги Как И Сф И Ну Тут Стоит Отметить То Что Ну Ребят В8NC Вы купили Себе Два Медаса Вы намекаете На то Что Вы Будете Ну Тянуть Флейт Стараться Выформить Больше Чем Свой Соответственно Оппонент Ну Зачем Же Так Агрессивно Играть Ну Да Тут Нужно Было Выбирать Стратегию Сплит Пуша И Постоянного Там Ну Развлекалого Саппортами А Деваурер И Лайфстиллер Должны Были Тогда Вывозить Максимальное Количество Шматья Постоянно Фармить И Ну Стараться Играть Максимально Пассивно Надо Было Ставить Дефенсивные Варды Да Но тут Проблема Наверное Еще в том Что Лайфстиллер Почти В любой Драке Отсутствовал Но Если он Присутствовал Он там Под конец Где-то Прибегал Пытался Подраться И в итоге Убегал Ну да То есть Получается Я говорю Нет плана На игру Получается Да Вообще Никакого Получилось Нет плана На игру То есть Надо Думать Насчет Мидасов Да Мидасы Покупаются Не просто так Начальная Задумка Была Очень неплохая Где Деваурер И Лайфстиллер Они реально Вначале Очень сильно Разогнались По фарму При условии То что Очень сильно Команда Вейтнси Проигрывала По киллам Все равно Гуля И Деваурер Смогли Держаться Но вот Это нужно Было Удерживать Дальше Ввозить Чуть более Артефактов Чуть-чуть Фармить Стараться Не драться Вот за счет Дефинитивных Вардов Это бы Получилось Сделать Надо было Девауреру Покупать Какой-нибудь Хекс И все Было бы Хорошо Да Ну тут Конечно Касательно Артефактов В принципе Для Деваура Ну понятно Потому что Не понятно Что нужен Форса Да Нужен БКБ Обязательно Потому что Там Тайтхантер Там Много чего На самом деле Магического урона Залетает Здесь никто Не спорит Что Выбор Артефакт У Деваура Да У Элдер Титана Виверна Да вообще У команды Ну вот У Тускара На самом деле Тускара Можно было Сделать Как раз Какой-нибудь Форс И освободить Девауру Деньги Да Либо Форс Либо там Виверна Собирает Форс Или Глимер Короче Можно было Как-то Поиграть Получилось Что Ну Туск У нас По идее Как Вроде Хардлейнер Был Поэтому Он теперь Решил Что нужно Барабаны Дезолятор Конечно Все круто Но ты даже Подраться Не успеваешь То есть Ты влетаешь На СФ Он везет БКБ Ты кидаешь В World's Punch Он раздувается Ты умираешь Намного круче Было бы Купить Какую-нибудь Медальку Например Да Кстати Медальки Нету Вот Это проблема И Для Лифтидера Нету Аур Нету Вообще Никаких Получается Потому что У Тодов У них Получается Есть Ауру У них Есть Аквил У них Есть Получается Мека У них Есть Барабаны Не хватает Владимира Для полного Счастья На Дополнительный Урон Тут Поскольку Серый Джовики Кроме Тайтхантера И Наги Но все равно Владимир Был бы Полезной Находкой Ну В общем Получается А вот Ускару Владимир Был Очень Круто Стилер Там Дамаг Очень Неплохой Был Получался В Стилеру Очень Полезная Это Аура Ну Да Тут Вообще Ну Что же Говорить Владимир Полезен Вообще В любой Игре Но Мне Просто Даже Не особо Можно К артефактам Придраться Действительно И той И другую Команду Потому что Например Тодо Они Собирали Стабильные Артефакты Тайтхантер Даггер Рефешер Это все Ясно Не Более Менее Нормально Ускара Может быть Переиграть Свой Дезолятор Но Не суть Просто Реализация Была Ужасная Сначала Она была Хорошая А потом Она стала Плохой Да Когда уже Началось 4 в 5 Драки Потом 3 в 4 Без Лайфстилера Всегда Ходили Даже если Лайфстилер Был То там В любом Случа Уже Ближе к концу Урона Тупо не хватало Даже при Идеальном Исполнении Комбинации Мы там видели Прекрасный файт Около тир 1 вышки Когда один раз Они Развалили Троих Там Буквально За считанную секунду А потом уже Через 10 Они все Произвали то же самое Но убили только По моему Какого-то там А Ну и сэфа Они убили На которого Собственно и ворвались Ну минусы У тодов Можно сказать Такие То что Получается Без основных Ультимейтов У них Пик не особо Боеспособен И Если брать Очень жесткую агрессию Против такого пика То Возможно фиаско Ну здесь не поспоришь Да Но Васы вроде как Я не знаю Комбинация это у них Или что-то они там Решили такое интересное Придумать Уже в этой игре Непосредственно Ну да Получилось у них Далеко не самым лучшим образом Ну в общем-то Good game well played Да Действительно Отлично отыграли Тодда Я бы сказал Даже очень плохо Отыграли вас В этой игре В сравнении с предыдущей Которую карту я смотрел Здесь они Как-то после какой-то там Двадцатой минуты Где они там Нафидонили Тайтхантер Рэвич в четырех Там потом просто Пошло по накатной Тодда продолжали Даже не то что Тодда агрессивничали Тодда-то играли Спокойно Довольно Но их вынуждали Вас драться Сами Ну да И из-за этих драк Вас собственно И Проиграли Проигрывали Денежки Экспу Лайфстиллер терял Фарм Девуарер Также все терял Ну и как-то получилось Все очень и очень За них печально Ну в общем-то Спасибо что смотрели Нашу аналитику Да Это для нас Такая мини Пробная версия Лайф аналитика Да Лайф аналитика На основном не лайф Ну ладно В общем Спасибо большое То что слушаете То что смотрите нас Что ж Смотрите обязательно Сивит Торнамент Да Подписывайтесь на Ревайн ТВ Да Подписывайтесь на Сивит Если вы не Сивита А если вы Сивиты То и на Ревайн ТВ Тоже подписывайтесь Потому что мы будем стараться Анализировать так чаще Анализировать чаще Комментировать тоже чаще Какие-то новости писать чаще То есть все Мы стараемся сейчас Сделать чаще В полную силу Так что мы вас ждем Мы вас приветствуем И всегда вам рады Ну, а на этом мы Сегодня заканчиваем сегодняшний день До скорых встреч Да, с вами был Да, с вами был Чизбургер Эдди и Мэтт Дог Да Что-то я уже все, ночью поплыл Ну да, в общем-то все На этом мы заканчиваем Всем хороших снов Я бы даже сказал Можно и так До свидания